Это удивительная история, это просто случай какой-то, это божий промысел, наверное. В далекие 80-е годы я работала мастером на Конокосском сародельном заводе, и меня как передвека производства направили в Париж на международную сельскохозяйственную выставку. И там, будучи в Париже, входил экскурсовод и рассказывал о истории сароделия. Сказал, что в России родоначальником сароделия был Верещагин Николай Васильевич. Но я знала Верещагина только художника. И я была крайне удивлена, когда сказали, что вот место, где первая была обоснована сыроварня, что первая школа мастеров – это село Едимонова Конокосского района, а я с города Конокоса, и на Конокосском сародельном заводе работаю. Ну, предела счастья у меня не было. По возвращению в Конокоса я побежала в наш музей. Действительно раскопала историю, что там, значит, находился и работал такой великий человек. Еще было сказано, что 50% золотовалютного запаса в России было от реализации сыра и масла, созданного Верещагином. Не нефть, не газ, а сыр и масло. Был возрожден в советское время здесь сыродельный завод. Мы стали выпускать сыры, но во времена, сами знаете, вот этого, нашей перестройки, конечно, сыроделье было утеряно в заводе, как бы мы перешли на цельномолочную продукцию, потому что привезли сыра многое за границей к нам, были раскрыты были границы, и все наше производство остановило сыродельное в России. А сейчас настало другое время. Настало время возрождения сыроделья. Мы поняли, что за границей нас не накормят, и мы видим, какими продуктами нас кормят за границей. Поэтому у нас во время рабочей поездки посетил завод губернатор. И он, Игорь Михайлович, посмотрел, я ему рассказала о уникальных подвалах, которые у нас находятся. Они с 1936 года, созданы учениками Верещагина. О том, что это исторический завод, что он интересен, тем более сегодня, гастрономический туризм. И он поддержал очень, не то, что поддержал, но мне даже сказал, я вас обязываю, возродиться родили. И, как сказать, вот с такой его поддержкой, я даже не думала сама, что это у меня получится, что я могу что-то так сделать. Я начала возрождать сыродельное. А на заводе я работаю 49 лет. И поэтому, конечно, есть уже профессионализм на столько времени. Стала изучать, стала смотреть, стала поднимать. Старых рабочих еще нашла. У меня работали, когда я была ученики, учеников той школы. Вот, записи их не нашла. И мы стали возрождать сыродельное. Приобрела маленькую сыроварню. И на ней начала работать. И мы приняли вот прямо с этой маленькой сыроварни участие на международном конкурсе «Продэкспо». Вот. И я сама-то в больнице лежала. И вдруг мне звонят, все поздравляют. Я не могла сама там принять участие. Просто направила сыры туда. Что мы заняли золото и бронзу среди 1400 предприятий, представленных образцов. Я была, конечно, предельно удивлена. Но правда, у нас мы выпускаем 11 видов сыров разных, верещагинских. Уникальные подвалы восстановлены так, как было по-верещагински. Зреют сыры в этих подвалах. Там, где у нас деревянные стеллажи, они обработаны льным маслом. Там, где у нас специальные такие бассейны для просолки сыра. Они зажелезненные. Ну, то есть, сыр, он уникален и технологией. Потому что сыр – это ребенок. Как маленький ребенок. Его купают, моют раз в 10 дней. За ним следят. Ему должна быть температура, влажность определенная. И где-то порядка двух месяцев мы за ним следим и только потом его реализуем. И сыр наш, он, понимаете, он с настоящего молока, с натурального. И только французские закваски мы применяем в этот сыр. И соль, и ничего больше. Он просто по вкусу моментально отличается совершенно от тех сыров, которые сегодня есть у нас. Он настоящий. Его можно грудному ребенку давать, только белок, и только будет польза от него. Поэтому я счастлива, что, в общем-то, у меня получилось это. Что вот сыр сегодня есть. И что даже Дед Мороз. А Дед Мороз, мне уже будет на следующий год 70 лет. И я с самого детства мечтала, могу ли я когда-нибудь увидеть настоящего Деда Мороза. Вот сюстюга настоящего нашего Деда Мороза, самого главного Деда Мороза России. Это была моя мечта. И сегодня она осуществится даже у меня, у человека, прожившего столько лет. И я думаю, насколько же будут счастливы наши дети, когда они увидят настоящего Деда Мороза. И поэтому это великий праздник. Он, наверное, будет один раз в моей жизни. И я очень счастлива. Я благодарна всем вам, Деду Морозу, всем участникам, всем, кто помогает это делать, организовать. Мы делаем очень важное дело. Мы приносим радость сегодня нашим людям, нашим детям. А Деду Морозу приготовили самые вкусные сыры. Будет дегустация сыров сегодня. Будет продажа сыров по ценам завода. Поделки делали дети, игрушки у нас, флажки с именем Верещагина. Мы прославляем имя Верещагина. Потому что сегодня уже вот моя продукция пошла по России. Имя Верещагина, бренд у нас верещагинский. Сегодня присутствует в супермаркетах Москвы, Ленинграда, Петрозаводска, Сочи, Краснодара. Понимаете? Имя Верещагина пошло по всей России. И я думаю, сегодня мы создали музей на заводе Верещагина. То есть мы строительные части все созданы. Сейчас будем заниматься наполнением. Я благодарна, что имя Верещагина не забыто.